В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чё её побеждать-то? Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймёт всё. Возьмём Киев. A few moments later. На фоне ситуации в Курской области, Росфедерасты впервые за 900 дней СВО инициировали разговор по обмену пленными. Сообщил уполномоченный по правам человека, ранее с такой инициативой выступала лишь украинская сторона, а расисты шли на обмены лишь под давлением. Или по просьбе со стороны третьих стран. Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты. Выторговывая в обмен на своих военных экономические выгоды. Но этим не закончилось. Рота российских солдат сдалась в плен в Курской области. Вчера более ста оставленных командирами россиян приняли правильное решение и сдались в плен. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это правильно. Дайте мне договорить. Это триумф русского оружия. Это триумф русской армии. Это возрождение России. Я Плесоцкая Светлана Ивановна. Мать Плесоцкого Ивана Сергеевича. Рядового войсковой части 12721-488-го мадострелкового полка. Я прошу все наши власти, я прошу Министерства обороны отвезти всех срочников из зоны боевых действий. Прошу отвезти всех срочников из зоны боевых действий. Мать срочника из коми Ивана Плесовского, который, как утверждает женщина, попал в плен к ВСУ в Курской области, обратилась к российским властям. Не убивайте наших детей. Верните их нам. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Российских солдат, отказавшихся воевать, силы отправляют в регион. Издание «Астра» пишет, что как минимум 500 человек вывезли из военного поселка Каменка под Петербургом. Здесь базируется 138-я отдельная мотострелковая бригада. И по данным издания, в поселке содержали несколько сотен мужчин, которые отказались воевать. Все они ждали военной комиссии или решения по уголовным делам о самоволке. Среди них в том числе люди с инвалидностью и пожилые люди, одному из них почти 70 лет. Близкие отказников сообщили журналистам, что мужчин внезапно вызвали на построение и увезли под охранный на военный аэродром. В Курскую область увозят и срочников. И солдат 80-й мотострелковой дивизии создают курские батальоны. Об этом пишет сегодня телеграм-канал «Осторожно новости» со ссылкой на их семьи. По данным издания «Верстка», под Курском сейчас находятся около 150 срочников. Их хотят отправить на передовую и для этого заставляют подписать контракт с Минобороны. Всем обещают высокие выплаты и безопасность. Якобы срочники будут, цитирую, «чистить территорию за штурмовиками». Матери солдат создали петицию с требованием вывести срочников из Курской области. Ее уже подписали почти 8 тысяч человек. Женщины готовят обращение в прокуратуру и Владимиру Путину. При чем здесь Россия-то? Российские власти также направляют в Курскую область военных из других регионов, например, с границ с НАТО. Например, в Курскую область перебрасывают войска из Калининграда. Об этом заявил глава Минобороны Литвы Лаурина Скащунас на встрече с Владимиром Зеленским. По данным «Волстрит Джорнал», военных выводят из украинских территорий. Издание ссылается на американских чиновников. Ранее о перегруппировке и частичном отводе российских войск с Харьковского направления говорили также представители властей Украины. На фоне наступления в СУ в Курской области снова обострилась проблема нехватки людей в российской армии. Поэтому власти ищут новые возможности привлечь людей на фронт. В Крачево-Черкесии за контракт с Минобороны установили рекордную сумму выплаты – миллион шестьсот тысяч рублей. Больше платят только в Москве – миллион девятьсот тысяч. Хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Российская армия роет окопы в Курской области. Об этом пишут журналисты-расследователи со ссылкой на спутниковые снимки. Ранее о строительстве линии обороны у Курской АЭС сообщала BBC. Чтобы рыть окопы, строительные компании ищут рабочих вахтовиков на Авито. Внимание на это обратила русская служба BBC. Вот одно из объявлений. Работодатель обещает от 150 до 210 тысяч рублей бесплатное проживание и питание. Взамен нужно возводить, цитирую, фортификационные сооружения, окопы, доты, противотанковые сооружения. Наш корреспондент откликнулся на одну из таких вакансий. Ему подтвердили, что на руки он будет получать от 150 до 210 тысяч рублей. И работать будет, цитата, на второй линии фронта. Что может означать появление окопов в Курской области, мы поговорили с военным обозревателем русской службы BBC. Это означает, что российская армия пытается создать в этом месте что-то подобное линии боевого соприкосновения. Потому что то, что происходит сейчас, очень трудно поддается какому-то контролю со стороны российского командования. И это все, видимо, не очень устраивает российское руководство. То есть они хотят создать линии боевого соприкосновения. Подобные той, которая находится на других участках фронта. Линии фронта, как таковой, сейчас там нет. То есть есть отдельные бои, которые происходят в самых разных местах. То есть можно говорить о том, что Украина удерживает суджу и ряд других населенных пунктов. Но за многие бои продолжают идти. И ситуация сейчас будет, сейчас очень сильно зависит от того, как Украина или Россия смогут стянуть в этот район резервы. И усилить, собственно, те группировки, которые там сейчас уже существуют. Напомню, операция ВСУ в Курской области идет с 6 августа. Тем временем фото и видео с места говорят о том, что ВСУ занимает все больше новых территорий. Вот, например, кадры из села Плёхово Суджинского района. Украинские военные едут по улицам. Позже в сети появилось фото ВСУ у сельсовета. Взятие Плёхово подтверждают в том числе и провоенные телеграм-каналы. Кроме того, сообщается, что в том же районе ВСУ заняли село Спальное, а также Ольговку, Малую Локню и село Кругленькое. Я считаю, что мы исходить все время из того, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Это факт. Можем. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество. Поражение на поле боя. Ну, теперь, видимо, сознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. Это не, так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине. Понимаете? Ну вот, получается как-то так. Понимаете? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ